Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Главное, за неделю расскажут мои коллеги и я, Виктория Шары. Коротко об основных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав Российской Федерации четырех новых субъектов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Он пообещал построить новые жилые дома, школы, детские сады и другие объекты инфраструктуры на пострадавших территориях. А самое главное – обеспечить местным жителям повышенный уровень безопасности. Подробности в нашем сюжете. Исторический момент. Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня подписал договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По словам президента, в 1991 году в Беловежской пуще, вопреки прямому волеизъявлению людей на референдуме, представители партийных элит приняли решение о развале СССР. И люди, жившие в союзных республиках, в одночасье оказались оторванными от своей родины, что обернулось национальной катастрофой. Прошлого не вернуть. Да и России сегодня это уже и не нужно. Мы к этому не стремимся. Но нет ничего сильнее решимости миллионов людей, которые по своей культуре, вере, традиции, языку считают себя частью России, чьи предки на протяжении веков жили в едином государстве. Нет ничего сильнее решимости этих людей вернуться в свое подлинное историческое отечество. Президент подчеркнул, что Россия всегда боролась за свои права и помогала слабым государствам. В 20 веке открыла антиколониальное движение, чтобы сокращать бедность и неравенство, побеждать голод и болезни. И отстояла свои права перед европейскими странами, не дала себя обобрать в период колониальных захватов, наладив честную торговлю, создав сильное централизованное государство, которое держалось на великих ценностях. А сейчас мир вступил в период революционных трансформаций, и обратного пути нет. Поле битвы, на которое россиян позвала судьба и история, это поле битвы за русский народ, за будущую Россию. Долгие 8 лет людей на Донбассе подвергали геноциду, обстрелам и блокаде. А в Херсоне и Запорожье в них пытались преступно взрастить ненависть к России, ко всему русскому. Сейчас уже в ходе референдумов киевский режим грозил расправой, смертью школьным учителям, женщинам, работавшим в избирательной комиссиях. Запугивал репрессиями миллионы людей, которые пришли выразить свою волю. Но несломленный народ Донбасса, Запорожье и Херсона, сказал свое слово. Президент обратился к бойцам, выполняющим специальную операцию на Украине, и поблагодарил их за самоотверженность, подчеркнув, что прежде всего они борются за независимую Россию, а общество должно объединиться и поддержать своих защитников. Сегодня мы сражаемся, чтобы никому и никогда не пришло в голову, что Россия, наш народ, наш язык, нашу культуру можно взять и вычеркнуть из истории. Сегодня нам нужна консолидация всего общества. И в основе такой сплоченности может быть только суверенитет, свобода, созидание, справедливость. Президент Владимир Путин пообещал, что на разрушенных территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей будут построены новые школы и детские сады, жилые районы, необходимая инфраструктура. Но главное государство будет работать над повышением уровня безопасности, чтобы люди чувствовали поддержку других регионов нашей огромной страны. Виктория Шары, События. Руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов уволен в связи с утратой доверия. Причиной стало выявленное нарушение федерального закона о муниципальной службе в Российской Федерации в части соблюдения требований по урегулированию конфликта интересов. Сергеем Шановым было подано уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которые приводят или может привести к конфликту интересов. При проведении проверки этого уведомления комиссия администрации городского округа Самары по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов пришла к выводу, что руководителям департамента градостроительства были нарушены нормы действующего федерального законодательства. Муниципальные служащие обязаны уведомить работы дателя о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения сразу, как только ему об этом станет известно. Однако Шановым в нарушение положения статьи 11 федерального закона 273 эта обязанность не была исполнена. Поэтому 28 сентября Сергей Шанов был уволен. Важно отметить, что данная ситуация никак не связана с рассмотрением представления прокуратуры по поводу командировки в рамках обучения в Дубай. Позиция администрации Самары по вопросу несоблюдения Сергеем Шановым порядка возмещения командировочных расходов остается неизменной. Орган местного самоуправления считает, что противоправных действий он не совершал. Получил повестку, приведив в порядок документы, что нужно предпринять, если есть счета в банке и ипотека, а на руках мобилизационные предписания. Эксперты рассказали, о чем нужно позаботиться в первую очередь, чтобы подготовиться к мобилизации. Если пришла повестка, у вас есть несколько дней, чтобы уладить все дела и лучше действовать незамедлительно. Первое, что нужно сделать, подумать, кто может распоряжаться вашей недвижимостью и счетами в банках. И дело тут не только в доверии, но и в том, чтобы этот человек впоследствии не был мобилизован. Это может быть супруга, если она не медик, мать или сестра. Нужно обратиться к нотариусу и составить на этого человека генеральную доверенность. В этой доверенности нужно оставить те полномочия, которые нынче военнослужащие считают необходимыми довериями. Это распоряжение имуществом, если он, конечно, готов на это. Это обязательно полномочия, связанные с банками. Потому что, например, если есть ипотека, чтобы доверенное лицо могло гасить эту ипотеку, чтобы могло распоряжаться денежными счетами в банках, если военнослужащий считает необходимым полномочия доверить. Это все полномочия, связанные, например, с представительством в судах. Представим себе, что пока его не будет, его семья прольет соседей. Квартира находится у него в собственности, соседи обратятся с иском. Как он будет свои интересы защищать? Если вы считаете, что вас мобилизовали неправомерно, в доверенности нужно прописать и возможность для близкого человека отстаивать эту сторону вопроса. Прописать все полномочия, связанные со спариванием решения, с призывной комиссией, с военно-медицинскими комиссиями. Для того, чтобы близкие могли обращаться в правоохранительные органы, в суд, чтобы обжаловать решение. Также обязательно в эту же доверенность мы включаем полномочия на доступ к медицинской тайне. Потому что если что-то с лицом произойдет, чтобы то лицо, которому было доверено, могло получать доступ как к медицинским документам, так и к сведениям о состоянии здоровья. Потому что все мы знаем, что есть медицинская тайна. И никому, в том числе родственникам, без согласия больного, такие сведения не представляют. Все-таки человек уезжает в серьезную работу, где он может в том числе оказаться без сознания и так далее. И вот эти сведения должны быть у близких. Еще один документ, который вы должны оформить помимо доверенности – завещание. Но оно нужно только в том случае, если вы хотите оставить имущество не тем лицам, которые являются прямыми наследниками, либо распределить между ними имущество не так, как это делается по умолчанию. Кстати, при предъявлении повестки или мобилизационного предписания нотариус вас примет без очереди и пошлину за составление документа не возьмет. И имейте в виду, что пользоваться телефоном с интернетом в зоне СВО нельзя. А значит, лучше оставить родным логины и пароли от важных сервисов, вроде госуслуг и мобильных банков. И еще один важный момент – в среду Госдума в третьем чтении приняла закон, который дает мобилизованным кредитные каникулы. Если на военнослужащего или на члена его семьи, это очень важно, то есть, например, на супругу, оформлен кредит, в том числе ипотечный, то по заявлению военнослужащим ему предоставляются так называемые кредитные каникулы. То есть на время призыва по мобилизации, пока он не закончен. И это относится не только к мобилизованным, но и тем, кто пошел к добровольцам, либо военнослужащим по контракту, выполняет задачи специальной военной операции. Соответственно, им предоставляются кредитные каникулы на время военной службы. Также, если вдруг военнослужащий его убьют, либо он погибнет от ранения, либо он станет инвалидом первой группы в результате полученного ранения таким военнослужащим, кредит спишут за счет банка или за счет МФО, то есть кредит погашать не придется. При наличии кредита мобилизованный должен сообщить о своем отъезде банку в письменном виде и предоставить подтверждающие это документы. Виктория Шара и Василий Колдашов. События. Жители отдаленных районов Самары, как никто, знакомы с постоянными транспортными пересадками. Все это отнимает не только время, но и деньги. Возможно ли как-то решить проблему и сделать популярные маршруты еще удобнее, расскажет Александра Гусева. Маршрут номер 67 знаком многим самарцам. Автобус проезжает практически через весь город. От одного из самых дальних микрорайонов «Крутые ключи» до железнодорожного вокзала в центре города. На днях муниципальный маршрут продлили в Волжский район, чтобы автобус мог возить пассажиров из-за предела территории города. Теперь муниципальный маршрут востребовал не только жителями Самары, но и соседнего Волжского района. Это было сделано по многочисленным просьбам жителей Кошелев парка в том числе. Эти люди хотели пользоваться городским автобусом, всеми удобствами, всеми льготами. То есть это большой автобус. В том числе тут МАЗы работают, которые к нам в прошлом году пришли с кондиционером. Здесь принимаются все виды льготных проездных документов. Это транспортные карты, карты школьника, карты студента, социальные карты. Теперь жители будут доезжать до остановки в жилой квартал Баварская деревня. Затем желающие попасть в Волжский район могут воспользоваться бесплатной пересадкой на новый мультимодальный маршрут 67К. Следующий от остановки школа номер один – станция Ягодная и доехать в нужную точку. Для пассажиров проезд по этому маршруту стал абсолютно бесплатным. Для этого были выделены дополнительные средства из областного бюджета. Расписание дополнительного маршрута состыковали с расписанием маршрута номер 67 для удобств местных жителей. Я еду, всего две остановки на 67-м коротком. Вот до суда. Здесь я сажусь на 67-й. Понимаете? Очень удобно, конечно. Ну, идти надо до следующей остановки было. А сейчас удобно. Из дома вышли и посели на 67-й. По словам представителя компании-перевозчика, на горячую линию продолжает поступать обратная связь от пассажиров. На самом деле было очень много пожеланий, просьб, обращений. Вот, на самом деле, мы эту неделю, стоит отметить, да, на горячую линию у нас обращаются пассажиры только по таким моментам. Это по потерянным вещам. Это школьники, студенты оставляют вторую обувь забытую. И второй момент – это слова благодарности. Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил областному министерству транспорта и автомобильных дорог разрешить проблему транспортной доступности микрорайона Кошелев парк и городского поселения Смышляевка. Появление новых транспортных развязок и маршрутов – это одно из важнейших направлений, которое позволяет обеспечить комфортную жизнь горожан. Александр Гусева, Николай Сидоров. События. Как действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и что для этого нужно знать, рассказали в городском управлении гражданской защиты. Здесь в рамках месячника гражданской обороны прошел традиционный ежегодный день открытых дверей. Для учебных групп, которые были укомплектованы этим летом, провели курс лекций по основам подготовки в случае ЧАЭС. Как пользоваться противогазами, предотвращать пожары и проводить эвакуацию населения, узнала Ольга Павлова. Смоленская 201, пожар, пожарные выезжают. Понял вас. Оператору диспетчера четвертого рабочего места на выезд пожар по номеру 2. Это один из тысячи звонков, которые ежедневно поступают в единую дежурно-диспетчерскую службу Самары. Как правило, между сигналом и выездом сотрудника на вызов проходят не более двух минут. Реагировать на подобные звонки нужно незамедлительно, поэтому сотрудники диспетчерской службы, здесь их 20 человек, трудятся в круглосуточном режиме. Четверо из них работают на вызовах, которые поступают на единый номер 112. Чаще всего самарцы сообщают о коммунальных, дорожных авариях и происшествиях, которые случились в черте городского округа Самары за сутки. Отдельно прорабатываются вопросы, связанные с системой ЖКХ, которые также оперативно фиксируют. И вносят данную информацию в систему АИС-реформы ЖКХ, которая автоматически через область уходит в Москву. Все сигналы тщательно отрабатываются специалистами, прошедшими специальную подготовку. У каждого свой функционал. К примеру, сообщения о недобросовестной работе управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций передаются в Центр управления регионом и Муниципальный центр управления Самары. Сигналы об авариях, сообщения о заминированиях, сотрудникам полиции, ГИБДД и в МЧС. Далее по каждому случаю проводятся проверки. Для того, чтобы чрезвычайных ситуаций и неприятных историй, в которые нередко попадают самарцы, стало меньше, в Управление гражданской защиты проводят курс лекции по основам подготовки в случае ЧАЭС. Открываем ему нос, делаем два глубоких вдоха. После вдоха приступаем к реанимации сердца. Преподаватель курсов гражданской обороны Александр Хорошилов при помощи манекена «Фантома» подробно рассказывает учебной группе, как проводить сердечно-легочную реанимацию. Процесс не из легких, но и не так сложен, как может показаться на первый взгляд. По мнению педагога, правилам оказания первой помощи должен быть обучен каждый человек. Заявки на прохождение курса лекций подают организации предприятия столицы региона. Далее происходит комплектование учебной группы. Занятия проводят по 14 учебным программам. Приходят сотрудники организации в понедельник, прослушивают курс лекций в течение дня, затем получают задания на самостоятельную работу. В течение трех дней они готовятся, изучают руководящие документы по этим направлениям и в пятницу сдают зачет в виде тестирования на право получения удостоверения. Которые позволят участникам учебных групп работать по определенной специальности. На лекциях по гражданской обороне можно узнать о том, как правильно пользоваться противогазами, предотвращать пожары и проводить эвакуацию населения. Количество постоянного состава курсов насчитывает 8 человек. У нас полный комплект. Курсы имеют в своем составе грамотных преподавателей с опытом работы в высших учебных заведениях. Более того, ряд лиц имеют ученые степени. День открытых дверей в Управлении гражданской защиты населения Самары проводят ежегодно. Для того, чтобы пройти курс лекций, необходимо сформировать заявку и отправить по адресу улица Ставропольская, 88. Состав участников обычно начинают комплектовать летом, а занятия по основам подготовки в случае ЧАЭС проводят традиционно в сентябре. Ольга Павлова, Григорий Плешаков, События. В Самарской области продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа. Причем сегодня есть возможность привиться от COVID-19 интерназально, когда препарат вводится пациенту не внутримышечно, а закапывается в нос. Подробности расскажет Светлана Тимофеева. С начала прививочной кампании от коронавируса жительница Самары Нина Липатова приходит в процедурный кабинет каждые полгода. 80-летняя женщина тщательно следит за своим здоровьем. Сегодня она в очередной раз сделала прививку от коронавируса. На этот раз обошлось без уколов. Ой, горло попало. Горлышко, да. Так и должно быть. Все. Все в порядке? Да, в порядке. Назальные, ну, попробовать все надо. Вакцина. Первая была эпивак корона, вторая – лайф. Вот это третья – назальная. Вот хочу все проверить, как это все испытать. Что это такое? Лучше, хуже? В медицинские учреждения Самарской области поступила интраназальная вакцина от коронавируса. 24 тысячи специальных насадок-распылителей для назальной вакцинации. Пациентам вводят препарат не внутримышечно, а закапывают в нос. Провалилась? Провалилась. Да, все говорят сладенько. Сладенько, да. Все. Спасибо. Два часа не пить, не есть. Важно соблюдать условия, при которых назальная вакцинация будет эффективна. У человека не должно быть проявлений простудных заболеваний, в частности насморка, заложенности носа, аллергических реакций. Процедура безболезненная. Единственное предупреждение – в течение двух часов после введения назальной вакцины нельзя курить, принимать пищу и жидкости. При вакцинации назальным способом вакцина выпадает сразу в носоглотку по пути проникновения вируса в организм. Это позволяет выработать местный иммунитет. При простудных заболеваниях необходимо сначала выздороветь и прививку сделать через неделю после восстановления. При обострении хронических заболеваний рекомендуется переждать острый период и пройти вакцинацию через две недели. Возможность пройти назальную вакцинацию есть у каждого жителя Самарской области при отсутствии противопоказаний врачей. При этом пациента могут выбрать – прививаться через нос или внутримышечно, как раньше. В Самарской области работает более двухсот пунктов вакцинации. Процедурные кабинеты в поликлиниках работают с восьми утра и до восьми вечера, без выходных и праздничных дней. Период наблюдения остается тем же. То есть в течение пяти дней пациент как бы остается под наблюдением и измеряют температуру тела, следят за своим состоянием. При этом же способе введения вакцины интраназально. Опыт у нас небольшой, но все пациенты, которые выбрали способ введения интраназально, отмечают хороший эффект и без осложнения. На сегодняшний день в Самарском регионе ревакцинацию от COVID-19 прошли 670 тысяч человек. Кроме того, почти 90 тысяч жителей области сделали прививки от гриппа. Светлана Тимофеева, События. Улучшить качество жизни совместными усилиями. Самарцам начали рассылать налоговые уведомления об уплате налогов за 2021 год. Почему важно платить налоги вовремя и на что идут средства в нашем сюжете. Вклад в развитие государства и улучшение качества жизни каждого. Самарцам начали рассылать налоговые уведомления об уплате транспортных и имущественных налогов за 2021 год. Тем, кто зарегистрирован на сайте налог.ру и имеет личный кабинет, уведомления приходят туда, остальным по почте. Гражданам, у которых не открыт личный кабинет, нужно будет, получив с почты уведомления, пойти в почтовое отделение по месту жительства и получить налоговые уведомления за казну кисмом. Транспортный налог пополняет областную казну, налог на имущество физических лиц и земельный – местную. После чего средства направляются на здравоохранение и социальную сферу, что вполне ожидаемо на фоне пандемии и борьбы с ее последствиями. Немалые суммы ежегодно тратятся на образование, а также на строительство и ремонт дорог, закупку общественного транспорта. Но главные расходы – содержание жилищно-коммунального хозяйства. В региональные и местные бюджеты включаются расходы на переселение граждан из аварийного жилья, содержание и ремонт, реконструкцию жилищного фонда, развитие и модернизацию коммуникаций. Налоги важно платить, потому что те деньги, которые поступают в бюджет от налогоплательщиков, они в первую очередь используются на благоустройство и на повышение качества жизни тех же самых налогоплательщиков. Поэтому я хочу, во-первых, поблагодарить тех людей, которые сразу, получив уведомление, идут и оплачивают. В первую очередь, конечно, важно для меня, как и для главы района, важна уплата имущественных налогов и земельных налогов, потому что все эти деньги консолидируются в городском и районном бюджете, и, соответственно, потом они идут на благоустройство территории. Срок уплаты налогов – 1 декабря. Налоговые органы обязаны направить уведомления не позднее, чем за месяц до этой даты. В случае неуплаты налогов начисляются пени в размере 1,3 от ставки рефинансирования Центробанка за каждый календарный день просрочки. Информация о должнике передается в судебные органы. Далее выносится судебный приказ, и приставы взыскивают налоги, а также начисленные пени с карточек или со счетов недобросовестных налогоплательщиков. Виктория Шарой, Сергей Баскин, События. Во всех российских регионах могут вести туристический сбор. Госдума рассмотрит соответствующий законопроект. Сейчас эксперимент действует в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. В этих регионах с туристов за пребывание разрешили взимать до 100 рублей в сутки. Полученные средства должны быть направлены на развитие инфраструктуры. Если будет принят новый федеральный закон о туристическом сборе для всех регионов, то субъекты будут сами определять собираемую из туристов сумму. Но она не должна будет превышать лимит, который пропишут в документе. В преддверии Международного дня пожилого человека в Доме культуры «Заря» прошел концерт, где поздравляли пенсионеров. Подробности в репортаже наших корреспондентов. Народные танцы, известные песни, атмосфера тепла и дружбы. В Доме культуры «Заря» отметили самых активных жителей Самары серебряного возраста. Праздник приурочили к Международному дню пожилого человека. Это день доброты, любви, мудрости, жизненного опыта. Это все то, чем обладаете каждый из вас. Желаю вам здоровья, благополучия. Желаю вам, чтобы в это непростое время стоимости, мудрости и тех советов, которые вы даете нам и подрастающему поколению, хватило на долгие и долгие годы. День пожилого человека ежегодно отмечают во всем мире в первый день октября. Дата выбрана не случайно, ведь в природе, как и в жизни человека, в это время наступает золотая пора. Сегодня праздник. Праздник не пожилого человека, дорогие мои, а праздник золотого человека. Все вы золотые, потому что вы – те люди, которые знают и умеют, как надо жить, как надо работать, как надо любить. Это самое главное. Вы своими личными примерами показываете и сейчас нашему молодому поколению, как надо это делать. Старшее поколение Самары – это люди, которые занимаются рукоделием, спортом, общественной деятельностью, участвуют в волонтерских проектах, заряжают энергией своих друзей и близких. Мы можем посмотреть на людей, показать себя, поделиться впечатлениями, рассказать, что произошло за это время. И надеемся, что завтра будет чуть-чуть лучше, чем сегодня. И нам повезло с погодой, солнышком. Так что мы не пожилые. Мы молодые душой и энергичные, желающие жить. Этот год объявлен в стране годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. В числе таких ценностей – советское кино. Поэтому в программе праздника – просмотр любимых кинофильмов и викторина с призами. Светлана Кудрявцева, Евгения Усова, Василий Колдашов. События. На этом пока все. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и отличных выходных. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжайте следить за новостями.